В столице глава правительства Беслан Барциц показал гостю здание Верховного Суда. Несколько лет назад здесь были лишь разрушены останки строения, а внутри росли деревья. Реконструировать здание решили еще в 2012 году. Составили проектно-сметную документацию. Согласно подсчетам, на восстановление объекта понадобилось 88 миллионов рублей. Деньги были выделены еще в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Какая у нас степень готовности? В принципе, мы практически закончили. Планировали рабочую комиссию буквально на той неделе провести. Мебель сейчас доставляем. И, надеюсь, с 1 сентября они уже не так договаривались с поседями на судах, что где-то в 20-х чистках они придут, уже расставятся сами, как им нужно. То есть в сентябре они уже? Да, уже как бы. В сентябре они уже именем на совершение. Около 2000 квадратных метров полезной площади, два центральных входа, более 100 кабинетов, три зала судебного заседания, отдельный въезд для спецмашин, система вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и, конечно же, панорамная крыша. Все это уже завершенные работы. Внутренняя отделка выполнена в евростили. Лев Кузнецов и Беслан Борциц пообщались со строителями, осмотрели здание и увиденным остались довольны. Следующий объект – Абхазский государственный университет. На главной аллее гостей встречали сотрудники АГУ во главе с ректором Олегу Гварами. Министра по делам Северного Кавказа интересовали нюансы процесса строительства. Олегу Гварами и представители УКС ответили на все вопросы и показали Льву Кузнецову, пока еще не готовы к сдаче университет. Ремонтно-восстановительные работы здесь идут с 2010 года. Объект реконструируется в рамках инвест-программы. Сами работы были поделены на несколько этапов. Все оставшуюся работу планируется завершить к сентябрю, но, как оказалось, есть еще ряд нерешенных вопросов. Это финансирование материально-технических ресурсов, связанных с оснащением кабинетов, мебелью и оборудованием. Выслушав все пожелания руководства университета, Лев Кузнецов обратился к строителям с настоятельной просьбой сдать объект к новому учебному году. В российскую инвестиционную программу по реконструкции государственного университета входит и ремонт одного из корпусов общежития для студентов. Он расположен недалеко от вуза. Отремонтированный корпус рассчитан на 250 мест, но работы по его запуску пока еще не завершены. Объект очень важный, но мы видим, что есть еще над чем трудиться. Поэтому сейчас, я думаю, все-таки после посещения строителей, осознавая социальную значимость и то, что действительно это история республики, максимально постараются сделать их в нужный срок, потому что ложка дорога к обеду. Но, видите, вопрос второй по оснащению. Поэтому сейчас мы обсудили еще, я думаю, в рабочем порядке, в кабинетах все-таки попытаемся найти модель. По крайней мере, попытаемся сделать, чтобы, имея гарантированный лимит 2018 года, а эта программа утверждена, найти поставщика, который бы мог с рассрочкой платежа всего лишь до января месяца поставить уже в этом году. И действительно, чтобы здания не стояли после того, как выйти отсюда строители, а полноценно приняли и аудитории студентов, а эти помещения тех ребят, которые будут учиться, но у которых приехали из других районов и, соответственно, будут здесь жить. Мы им создадим условия, чтобы они могли получать качественное образование. В течение первой половины дня Беслан-Борцец и Лев Кузнецов осмотрели ряд объектов. В части из них строительство уже завершено, в других же напротив, работы только начинаются. По словам главы правительства, российская сторона гарантирует, что средства будут без задержки поступать в Абхазию, согласно утвержденным лимитам инвест-программы. Строение, которое мы посмотрели и будем в дальнейшем отслеживать, я думаю, что с своей стороны гарантирует, что те авансовые платежи, которые поступили и последующие закрытия, все пройдет в тех лимитах, которые были утверждены и поддержаны Минкавказом. В дальнейшем это все нашло свое отражение в межправках комиссии. Я уверен в том, что все те проекты, все те объекты, которые мы намерены реализовать в этом и последующих годах, в рамках инвест-программы 17-19 будут реализованы. Далее в зале заседаний Кабинета министров Беслан Барциц и Лев Кузнецов провели встречу в расширенном составе. В пользу случаем хочу лично и вас поблагодарить за то, что все наши заявки на увеличение лимита финансирования на этот и последующие годы в рамках инвест-программы 17-19 нашли полную поддержку лично с вашей стороны, со стороны Минкавказа в целом. В конечном итоге это все нашло свое отражение на межправках комиссии. И финансирование по этим объектам началось. Вы видели масштабы работы, вы видели темп работы. И в связи с тем, что ваш следующий приезд, когда мы уже пройдемся по тем объектам, которые мы начали реализовывать уже в рамках 17-19 года, результаты будут хорошие. Действительно, мне первое очень приятно отметить, что, наверное, ключевое отличие этого этапа инвест-программы от предыдущих заключается в том, что под каждый проект мы сегодня имеем уже согласованную, прошедшую, где надо госэкспертизу, документацию. То есть мы понимаем все технические решения, мы понимаем и сметную стоимость проекта, и, соответственно, понимаем период времени, из-за которого он должен быть реализован. Я уверен, что это тот главный кирпичик, на который потом уже будет строиться здание. Отрадно, что очень за короткий промежуток времени после принятия решения действительно и в стройке всегда важно. Без торможения начались уже практически этапы реализации программы. Думаю, что все, что запланировано в рамках нашей совместной работы, будет выполнено. На совещании были подведены итоги проверки объектов, включенных в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.